всем привет как из названия вы поняли у нас сегодня будет обзор на шикарный и очень качественный мод от джон руда на петербилл 389 глайдер он же жека рудаков не так приступим он прописан в галерею тягачей это наверное самый качественный мод на данный момент это полностью самостоятельная модель она ничего не заменяет она идет дополнительным слотом вот эта модель полностью создана с нуля полностью себя прорисована рама все остальное качество конечно ну просто обалденное если вот присмотреться все вот проработана до мелочей каждая вот гаечка каждый вот элементик все конечно посмотреть какое 5 колесо даже вот название фирмы этого пятого колеса все конечно просто шикарно все проработано до мельчайших подробностей да есть небольшие нюансы скажем так но нельзя всего учесть когда у тебя много проектов то есть все это как бы поддерживается все это обновляется все это исправляется и изменяется то есть уже ки есть группы и вконтакте и в инстаграме все это люди пишут свои пожелания что добавить что улучшить какие-то замеченные косячки все это же к видит все на все сообщения он отвечает все это исправляется со временем все это доделывается все это обновляется то есть полная поддержка трака но это конечно круто же к молодец большой нему респект и уважение за его труды за его работу это конечно класс да вот не бесплатный он платный но блин за такое качество конечно такая та цена которая за него есть это можно сказать просто копейки офигенный всем рекомендую и сейчас мы посмотрим с вами тюнинг этого трака тюнинга много достаточно скорее всего видео будет в двух частях как бы в первую часть я расскажу про тюнинг и как бы пожелание какие я бы хотел видеть может и многие из вас тоже хотели бы видеть в этом траке тюнинг здесь принципе достаточно вот все что есть в принципе больше ничего не надо ну дальше мы поговорим с вами чтобы мой что можно добавить что можно не добавлять скажем так вот из тюнинг предостаточно мне кажется то есть мое мнение это достаточно но не надо здесь больше ничего можно добавить несколько там элементов но в целом трак просто шикарный поехали у нас две кабины флэт топ низкая кабина и high roof высокая кабина по подвеске у нас есть стандартная подвеска стандартная база заниженная low база стандартная удлиненная стандартная база и заниженная удлиненная по двигателем двигатели здесь огромное количество каждый для себя выберет любой двигатель который ему понравится по звуку по мощности и так далее коробки коробки у нас он скажем так стандартное количество 6 10 13 с ретардером без ретардеров по приборки приборка здесь всего одна это 389 это более современная приборка да здесь сделал навигатор здесь конечно больше датчиков вот сюда бы еще бы какой-нибудь датчик засунуть вот это вот меню инфа трак как бы компьютер вот можно было бы сделать побольше конечно но это вот жекель для размышлений если возможно потому что есть некоторые моменты которые нельзя сделать по механике игры то есть в самой игре сделано так что но как-то не крути сделать нельзя у нас есть такая темно-бежевая и серая сиденье дальше в тюнинге салона их можно будет поменять на такой же цвет конечно бы хотелось видеть немножко другие еще приборные панели там скажем а 379 или есть такая еще старая-старая приборная панель такая она квадратная ну не знаю если же к добавит будет конечно классно знаю если получится показать вот если вам видно вот такая вот приборная панель это от ребят дум с дизель chrome peter build 379 но вот приборка это 379 действительно поворотники все вот эти вот датчики стоят которые светятся свет у вас горит и поворотники моргают все вот эти вот классные датчики скажем так ну сейчас не видно вроде выловил нормальный кадр что хотя бы где-то примерно видно эти датчики по идее ночью они должны подсвечиваться вот эти вот джеки бы добавить такие хотя бы один или парочку там на приборную панель сделать там вот от такого 379 было бы конечно классно ну ладно пойдем дальше если вы увидели конечно дальше посмотрим пойдем дальше по раскраскам раскрасок здесь немеряное количество есть темплейты темплейты в которых вы можете использовать свои скины разукрасить как вам угодно но в своих как говорится стандартных раскрасок здесь очень и очень и очень много тут их все перелистывать это конечно но все это красится все это меняется все все как говорится как душе угодно еще хотите то и воротите как говорится на любой вкус и цвет выберем какую-нибудь сейчас какую-нибудь допустим вот эту вот по тюнингу тюнинга здесь предостаточно и такое ощущение что мы здесь с вами застрянем надолго просто многие как-то быстро вот пробегается вот тут вот так вот всякой все то есть целом как бы да какие-то вещи показали какие-то вещи не показали мы с вами рассмотрим полностью каждую точечку каждую детальку так по бамперам на бамперы вы можете восстановить всякие разные как говорится номера лампочки какие хотите ну давайте посмотрим допустим лучше поставим всякие в ряд то есть лампочек тут полно какие хотите вот это вот ксенонки кстати можно поставить как вот сам бампер и можно поставить вот сюда вот выбираете нижний она у вас будет стоять снизу все это горит даже можно попробовать все это приблизить все это светится все это классно конечно смотрится у всех этих лампочек свой так называемый флэйр пак пойдем дальше есть оверсайз и таблички для них бага габаритных грузов по пошли дальше по бамперам есть такой вот классический стандартный бампер вот но тут конечно не сделано кара классно прямо четкой линии все подогнано в тютелька в тютельку на это стандартный бампер он даже в реальной жизни вот так вот стоит то есть нету никакой симметрии ничего это уже дальше уже идет кастом то есть грубо говоря вы покупаете такой бампер и еще они с разными вот этими стою сторону них разные ширина вот этой вот полки скажем так дальше вы поймете почему такой вот бампер закруглениями и скосами им такой вот широкий бампер большой что еще уже к классному когда добавляет или обновляет модель допустим сейчас на данный момент сам вот это вот петербилл 389 глайдер версии 3.0 пока он был занят кенвортом делала очень много обновил и все добавил новые кабины шасси и там много всего и конечно на это ушло приличное как говорится время потому что все это проработать все это протестировать все это просмотреть это конечно очень много времени занимает и колоссальный труд есть такие вот скажем так с кенгурят никами вот такие 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 каждый выберет то что ему нравится скажем так дальше вот эти вот штуки не знаю как они называются может быть chrome может быть в краска но оставим chrome сюда вы можете добавить поворотник они у вас будут гореть и будет моргать как поворотник по форме фара вот видите версия 1.1 версии 2.0 ну все эти фары конечно классные затемненные стекла более такое темное стекло это олдскульные скажем так старого образца фары это уже более такие современные которые ставятся на этот питер билд он по сей день выпускается в реальной жизни и это уже скажем так кастом люди покупают ставят конечно смотрится обалденно такие это у вас вот он ставил криминал сраунд оранж вот эти вот будут гореть оранжевым а если поставить вот этот ниже то он у вас будет гореть белым вот эти вот крайние эти вот крайние фонарики будут у вас гореть белым вот плюс на этих фарах появляется такая штучка можно поставить козырьки потом мы посмотрим каждых скажем так фар свой свет мы как раз там стоим ночью попробуем уже на готовом траке я вам покажу чем отличается свет от таких фар и вот от таких вот от круглых и сдвоенных круглых решетки у решетка стандартная с такими полосками без полосок горизонтальная вертикальная вот это вот красится и такая вот решетка ну поставим такую вот дальше вот это вот рамка у нас тоже есть как хром так и краска то есть как вы хотите такую и ставите здесь у нас так скажем ветровик мухобойник вот он тоже есть хромированный есть в краски кто хочет тот использует пойдем дальше тут у нас логотип производителя этого грузовика есть стандартный питер билд есть вот такой вот ну его можно ставить можно ставить кому как угодно здесь у нас зеркала не зеркала на эту вот рамку ставится боковые вот это у нас ставится на крыло здесь у нас еще дополнительные вот как раз дополнительные поворотнички такие такие сбил даже если вы стоите с белым стеклом у вас равно свет будет желтый да и вот здесь вот тоже есть вот эти вот боковые скажем так лампочки вот мы дошли до крыльев это стандартные крылья потом у нас идет на такой вот крыло и вот видите но у нас вот тут вот покрашена окантовка на вот более такая вот широкая но вот эту вот часть прямо идеально идеально ровно здесь у нас более становится вот этот вот бортик по краю он как бы более меньше становится ну и обычная узкая хромированное крыло здесь можно еще поставить вот такой вот дефлектор скажем так хромированный по колесам колеса мы потом рассмотрим вот эту вот часть можно тоже сделать хромированную либо оставить в краске ну я не знаю я бы сюда хром бы наверное не не делал но это чисто мое мнение каждый выбирать для себя что ему душе угодно здесь у нас брызговики есть с логотипами без логотипа есть логотипом и таким грузиком есть без логотипа с грузиком и кстати вот эти вот брызговики они анимированные они шевелятся болтаются теперь по лампочкам на фильтре то есть большие то есть короткие несколько скажем лампочек подлиннее такие 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 какие хотите фильтров у нас два есть хром и краска каждый выберет для себя здесь тоже ставится у нас дополнительные световые огни вот есть желтые тоже желтые это ледовский это бы обычный у вас вот посередине будет здесь такая точечка гореть а это полностью горит ну и с белым стеклом спереди у вас желтый свет сзади у вас красный свет так дальше по зеркала зеркала есть новые это вот как продаются такие современные зеркала тоже с разделением на большое на маленькое что видеть мертвые зоны плюс сюда можно установить лампочки и старые образцы старого образца зеркала большое прямоугольные и круглые сюда можете поставить антенны какие хотите хотите такую хотите такую и сюда можно поставить антенну допустим да просто так поставим пусть стоят козырьки козырьков здесь много стандартный хром краска такие можете тоже поставить лампочки какие вам угодно какие хотите то есть на что способна как говорится ваша фантазия ну здесь вот можно посадить чувака пусть он сидит но вот этот вот чувак он просто вот сидит как вот сидит так и сидит то есть он не анимирован то чувак вроде неплохой но ладно пусть сидит такие такие . зерков много какие хотите хром краска разных видов разных форм то есть какой как говорится душе угодно такое ставите здесь можно поставить солнцезащитные скажем так дефлектор или не знаю есть хром есть краска здесь по крыше мы ставим лампочки есть такие квадратные есть вот круглую но круглый мне как бы нравится больше есть такой вот light бар вот он скорее всего работает на дальний свет есть черный есть paint в цвет трака и вот единственное можно было бы здесь еще сделать ну чтобы можно было добавлять самому и жека может быть сделал бы немножко другое другие вот лампочки как бы как тюнинг да и слоты чтобы можно было здесь их побольше натыкать или оставить 100 столько же но добавлять их здесь у нас звуковой сигнал есть квадратный есть такие вот круглые здесь у нас свет интерьера как бы разные зеленые голубое красные то есть как вы хотите плюс можем поставить здесь биконы ну и здесь мешает нам сигнал можно поставить сюда можно поставить сюда вот здесь он стоит нормально на высокой крыше ровно то есть как бы ну горизонтально здесь еще конечно появляется такая вот вещь можно поставить такой вот спойлер но он как бы вот этот вот закрывается закрывается мы убираем если брать низкую крышу и мы как бы переходим на вот этот вот light биком то он у нас как-то получается вот ну заваленный как бы назад вот я не знаю может жека подумает что-нибудь сделает приподнять вот эту заднюю часть чтобы он был ровный либо переместить его вот сюда вот посередине поставить ну это как бы рекомендации к жеке вот можно чуть по и спра это как-то визуально он как-то завален назад то есть вот такое вот здесь здесь у нас чувак трубы трубы у нас стандартные более широкие трубы со скосом и прямые трубы здесь вы можете поставить вот есть для вашего логотипа если вы хотите сделать свой логотип компании то есть уже ки в описании когда вы покупаете этот мод там у него все написано чего к чему почему как зачем и чего вот либо использовать уже вот готовый дальше не знаю как вот эту часть называется ну наверное зовем юбка кабины может быть без лампочек хромированная в краске хромированная с лампочками кстати вот здесь вот можно поменять на белый и на оранжевый но это меняется только цвет стекла даже если у вас будут белые у вас будет все равно оранжевый цвет гореть их здесь большое количество есть более широкий как бы совсем вот такой вот кастом полностью все закрывает он как по низкие с лампочками широкие без лампочек то есть какие хотите такой 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 то есть какой душе угодно вот здесь у нас дальше здесь у нас идут подножки вот это как бы старые этой версии 12 краска с хромом просто полностью краска и вот нового образца как бы полностью хром как бы краска здесь вы тоже можете на этот на эти подошки ступеньки поставить свои как бы не свои или готовые либо свои логотипы здесь у нас добавляется шильдик на кабину по бокам маки у нас полностью chrome краска хромом хром с краской не полностью краска здесь сзади у нас light бар черный и цвет рака этот light бар работает когда вы включаете заднюю скорость только тогда он загорается так он не горит здесь сверху у нас стоять козырек окном есть как бы классным прикольно здесь мы добавляем ручки на кабину дальше мы добавляем лампочки которая светится вот еще бы вот я в жеке конечно посоветовал оставить вот эти лампочки сделать лампочки вертикально с двух сторон и вот как раз на я не помню дум с дизель или роллин вот здесь вот еще четыре лампочки в ряд вот прям 4 здесь 4 здесь конечно прикольно смотрится вот как бы вот единственное что вот можно добавить лампочки такие вот вертикальные и он здесь вот четыре здесь четыре с этой стороны здесь у нас амортизаторы и подушки кабины плюс подключение трейлеров но здесь мы сможем вами поставить вот такую вот штуку закрывающую все вот эти амортизатора подушки но тогда у нас подключение трейлера кабели переходит сюда еще уже ки есть такая вот штука вы можете использовать вот эту вот вещь и у вас подключение переходит сюда в сзади но она работает только с паком трейлеров тоже от джеки потому что со стандартными в игре трейлер у вас провода тут будут короче вообще никак и не пойми откуда так что оставляем здесь вот здесь вы можете тоже применить всякие разные настилы но у вас убирается козырек и возвращается стандартное как бы подключение вот мы вернем здесь из кабины вот и пойдем дальше здесь вот у нас рама стандарт черная и как бы красится здесь внизу у нас такое разделение баков вот сюда бы еще бы конечно добавить лампочки было бы прикольно вот здесь у нас здесь у нас добавляется ступеньки всякие разные какие хотите берем и здесь у нас есть подсветка подсветка как бы низа под рамой вот это вот у нас включает вместе с биконом вы нажимаете кнопку о у вас как бы загорается бикон идет световая скажем так сигнализация и загорается подсветка вот это вот вас загорается подсветка при включении габаритных огней то есть пока у вас ночью свет горит у вас будет постоянно гореть подсветка давайте возьмем какую-нибудь а спаркинг лайт оранж оранжевую либо и здесь red вот красную по крыльям есть крылья вот еще я видел такие же крылья только вот они более такие длинные вот джеки бы может тоже бы добавить то есть дальше ничего не закрывает вот точно такие же крылья только по длине и спереди и сзади стоит ну сзади в принципе можно не делать просто сделать такие же стандартные стандарт удлиненные как бы жеки для раздумий такое вот крыло он же кастом шорт фендер крылья то есть и он такой вот полностью конечно детализация классная обалденная но вы посмотрите что как бы вот каждая гаечка все вот видно все вот блин ну просто шикарно сделано каждый вот гаечка прорисованную смотрите какая детализация блин даже вот жест на пятом колесе но это конечно обалденно жека конечно красавчик молодец такс идем дальше здесь у нас вроде как бы все а тоже идет пак колес жековских то есть какие хотите такие выбираете но есть с колесами небольшой нюанс это я уже расскажу во второй части потому что первую это будет очень долго ну вот так что во второй части по недостаткам по нюансам мы рассмотрим с вами все колеса переходим дальше здесь у нас вот эту вот часть стандартная черная хромированная и в цвет рака оставим хромированную вот здесь вот мы можем добавить с вами другие крылья вот это конечно бомбезные крылья офигенные вот здесь у нас появляется мы можем с вами сделать просто прямые либо с таким вот заворотом здесь еще у нас добавляется такая хромированная деталь на эти крылья ну как бы и все здесь мы с вами можем добавить номер больше здесь ничего как бы не делается в целом вроде по внешке все все перейдем в салон здесь вы можете добавить навигацию куда хотите она ставится здесь сисел поддерживается вот рули меняется то есть это такие такие сиселовские здесь вы можете оставить навигацию либо включить мультимедиа вот единственное я бы сюда бы наверное еще добавил такую возможность чтобы можно было бы вы можете здесь здесь видеть информацию так называемый логбук то есть ваше время когда вот в игре но мы еще вернемся когда выйдем на улицу я как бы ну покажу если не забуду вы когда берете груз у вас есть сколько вам ехать сколько у вас осталось до сна чтобы не пропустить бывает там скажем один груз отвезли такой небольшой короткий берете второй у вас длинный вы едете и короче непонятно сколько время и чё к чему и почему то есть хотелось бы видеть здесь информацию о перевозимом грузе сколько у вас осталось времени до доставки и сколько осталось вам времени до сколько работать вот здесь вот мы можем менять здесь меняется структура приборной панели вот какая хотите вот это вот пэнтит она будет краситься в цвет вашего трака здесь всякие сислы здесь мы тоже можем добавить за место питер билл шильдик тут всякие слоты и шифтер рычаг переключения стандартный скажем так средний и высокий такая блин кочерга прикольная олдскульная еще бы конечно здесь вот можно было бы менять ручки всякие как бы разные было бы прикольно здесь можно всякую бутылочку засунуть вот здесь у нас опять этот сисл вот здесь вот у нас бежевый серый и ламинат конечно немножко отличается по цвету но такое ощущение Жека сделал специально что тут как бы стерто ногами прикольно конечно ну вот здесь здесь вы можете всякие вот слоты по ноля под сюда ну не знаю зачем они нужны gps можете поставить сюда можете вниз можете сюда наверх то есть каждому как душе угодно здесь всякие весельки от сисла какие хотите как говорится такие ставите что душе угодно рации можно поменять рацию такую у них разные расположения скажем так вот это вот штуки такая такая ну оставим такую пускай там висит вот что еще здесь можно ставить зеркало side mirror paint в краску это у нас зеркала ну здесь можно всякие бумажки добавить вот ну здесь вот мы можем поменять сиденье как бы в цвет салона здесь еще добавляется логотип на сиденье ну оставим такое здесь всякие на холодильник ну это уже сисловские такие подушки всякая такая хрень это я вообще не понимаю нафиг тут надо тут у нас козырек тот снаружи вот здесь вот тоже сису вот это вот в 140 не знаю либо сисла обновился не обновился я его особо не обновляю вот это вот не ставьте оно тут не работает и свет такой не оптимизированные под версию 1 40 то есть он светит мама не горю у вас такое блин отражение будет что кошмар вот ну вроде как бы все по тюнингу в принципе больше вот ну не надо ничего ничего и так и выглядит обалденно шикарно да вот единственный может какие-нибудь бампера задние добавить более такие как бы других вариантов вот ну и все то есть по тюнингу здесь больше вот я не вижу смысла что-то добавлять каких-то лишних лампочек блин добавить так все как бы классно шикарно все как бы смотрится офигенно вот пойдемте выйдем на улицу посмотрим я вам покажу ну как раз сейчас ночью вот то что я вам хотел показать насчет света света фар сейчас загрузится так ну да вот ночь у меня стоят такие как бы более современные фары заводим наш аппарат смотрите как все светится обалденно все поворотнички все блин моргает все светится прям вообще класс здесь вот задние наши фонари с вами вот включаем заднюю скорость у нас загорается lightbar у нас даже подсветка номер есть и вот мы с вами свет тушим у нас тухнет подсветка включаем габариты у нас загорается подсветка днище конечно классно все сделано вот посмотрите даже вот ну вы говорите даже вот видно стрелочки внутри салона навигация горит все вот все рация то вы представляете какая детализация даже он управление зеркалами стеклами все это блин ну это просто класс и вот смотрите что я вам хотел сказать у нас стоят стандартные фары ну не стандартные а более современные переходим в кабину сейчас мы куда-нибудь отъедем где потемнее скажем так допустим вот сюда вот смотрите так у нас горит все нормально мы включаем дальний свет и у нас широкая широкий охват дальнего света вот смотрите сейчас мы поставим с вами круглые фары да вот допустим вот ну у них одна скажем так лает маска что вот у этих что вот у этих вот круглых ну давайте возьмем вот эти или даже вот вот эти поставим сюда как бы козырьки да оплатить выходим это нам не надо вот смотрите мы у нас охват чуть более меньше даже когда мы включаем дальний свет у нас видите охвата меньше вот с левой стороны у нас грубо говоря по прямой светит свет ну и на габаритах на ближнем свете у нас чуть-чуть захватывает то есть когда вы ставите более широкие скажем так фары более современные то у вас свет по-другому светит короче под каждый под каждый под каждую фару свой свет светит они по-разному и вот что я хотел сказать вот у нас на f6 если мы берем груз у нас вот здесь вот появляется информация вот у нас остановка для отдыха там у нас осталось времени 13 часов 25 минут и тут вся информация вот хотелось бы вот эту информацию вывести сюда на gps который в приборке то есть понимаете да было бы прикольно видеть информацию о вашем грузии вот здесь вот в этом gps можно было бы переключать либо gps либо информацию хотя gps можно поставить куда угодно то есть отдельно здесь слева вот как допустим вот можно поставить сюда под козырек можно вниз поставить можно туда поставить а здесь была бы информация о информация о грузии о времени доставки и сколько вам осталось работать то есть как бы так на этом все всем рекомендую этот мод мод конечно шикарный жеки еще раз огромное спасибо и большой респект за его проделанную работу да много проектов да это все так быстро выходит но блин оно того стоит то есть даже подождать мод конечно просто шикарный ладно ребят всем пока всем удачи рекомендую очень этот мод во второй части я вам покажу незначительные нюансы всем всем удачи все 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 Продолжение следует...